Острейшая тема нашей жизни Острейшая тема нашей жизни Подробности автор Валерия Сютала Пропагандист политклуба Нижне-Илимского районного отделения КПРФ Иркутская область Просмотров 16 у нас в Нижне-Илимском районе Иркутской области Правду выписывают все коммунисты и многие сторонники партии Наиболее значимое выступление газеты становится поводом для обсуждения на заседаниях политклуба На политзанятиях и круглых столах Проводимых районным отделением КПРФ На собраниях в первичных порторганизациях Внимание привлекают, как правило, те материалы Которые побуждают глубже осмыслить самые острые проблемы современной действительности И вот за последние месяцы среди таких материалов мы особо выделили статью Виктора Кожемяка «Олигархи и совки» Опубликованная в «Правде от 10» 13 октября 2014 года Она до сих пор дает нам пищу для обмена мнениями и горячих дискуссий Нынешнее российское общество сложилось в результате грабительской приватизации по Чубайсу и Егору Гайдару По советам и прямым указаниям администрации США Ведь мы же помним, что американские консультанты находились в министерствах и ведомствах нашей страны Так же, как находятся они сегодня в украинских коридорах власти Автор статьи убедительно показал, что президент В.В. Путин не затрагивает олигархических основ сложившейся в России системы А лишь делает вид, будто олигархия под контролем Наглядное подтверждение этого – случай с олигархом Владимиром Евтушенковым Который вроде бы оказался под домашним арестом за махинации с приобретением башнефти Но сколь неожиданно это произошло, столь же благополучно для него и кончилось Очень верно все было предсказано в статье Показательны в этом смысле некоторые оценки со стороны представителей российской власти происходящего на Украине Журналист «Правды» привел особенно выразительное высказывание В.В. Путина о действиях киевской власти по отношению к тем, кто не приемлет ее Вместо того, чтобы наладить диалог с этими людьми, сказал российский президент На места губернаторов, руководители регионов из Киева прислали своих назначенцев Это местные олигархи Люди и так к олигархам относятся с большим подозрением и считают, что они нажили свои миллиарды Эксплуатируя народ и разворовывая государственное имущество А тут еще их прислали в качестве администраторов, руководителей целых регионов Конечно, это вызвало дополнительное недовольство Как будто оценка дана нелицеприятная Но, спрашивается, чем лучше олигархи в России? Да ничем Абсолютно ничем Однако об этом президент нашей страны постарался умолчать И хорошо, что указала на это правда По неволе вспоминается русское народное выражение о том, что шило в мешке не утаишь И невозможно приукрасить родных, отечественных олигархов в сопоставлении с украинскими Тут тоже есть подходящая народная поговорка Хрен редьки не слаще На заседании нашего политклуба при обсуждении статьи Правда обстоятельно говорила об этом первый секретарь Нижне-Илиемского райкома КПРФ Светлана Александровна Перфилева Она подчеркнула, что реальной борьбы с ужасающим социальным расслоением у нас не происходит Власть боится даже самого слова национализация Между тем вопрос о ней во многих отраслях более чем назрел В нашем политклубе Владимир Ильич Черных обратил внимание Что руководство Крыма предприняло некоторые шаги по национализации собственности украинского олигарха Коломойского За национализацию угольной промышленности выступают и нынешние руководители Юго-Востока Украины Может быть, пора реально двинуться к восстановлению социальной справедливости и в базовых отраслях российской экономики Конечно, пора, давно назрела Национализация – это единственно справедливый путь Об этом аргументированно высказывался слушатель политклуба Виктор Антонович Козлов И его все поддержали Более 20 лет в нашем обществе фактически уничтожались нравственные ценности советского периода Особенно отрицательно это действует на молодежь, приходящую на смену старшему поколению Нынешним молодым привиты совсем иные ценности и ориентиры Буржуазный уклад жизни уродует людей, вытравляет в них все самое лучшее Об этом с тревогой и болью говорили участники обсуждения статьи Н.К. Воробьева, Н.Б. Демидов, В.И. Черных К сожалению, многие учителя словно забыли об опыте выдающихся советских педагогов Антона Семеновича Макаренко и Василия Александровича Сухомленского Забыли о том, как воспитывались герои войны и труда в советское время Но можно ли идти в будущее без опыта советской эпохи? Мы считаем – нельзя Современная российская жизнь подтверждает справедливость вывода Маркса о том, что в классово-антагонистическом обществе есть только две взаимоисключающие точки зрения – буржуазная и социалистическая И вывод здесь один – в чем сходятся все участники нашего политклуба – лишь смена власти позволит строить жизнь на основах подлинной социальной справедливости Лишь один верный маяк у нас – обновленный социализм Субтитры создавал DimaTorzok